Антропогенез завершился миллионы лет назад, а биологическая эволюция человека все еще продолжается. Трансгуманисты верят, что она может быть ускорена с помощью науки и современных технологий. Рассказываем об их философии. Трансгуманизм – это образ мышления о будущем, основанный на предпосылке, что человеческий вид в его нынешнем виде представляет собой не конец нашего развития, а скорее сравнительно раннюю фазу. Также это философское и научное движение, которое постепенно развивалось в течение последних двух десятилетий. Приверженцы трансгуманизма стремятся к продолжению и ускорению эволюции разумной жизни за пределами ее нынешней человеческой формы и человеческих ограничений с помощью науки и техники, руководствуясь принципами и ценностями, способствующими продлению активной жизни. Согласно данной философии, использование современных технологий, таких как генная инженерия, крионика, искусственный интеллект, ИИ, и нанотехнологии, может расширить человеческие возможности и улучшить условия жизни человека. Трансгуманисты видят будущее, в котором ответственное применение подобных технологий позволит людям замедлить, обратить вспять или вовсе устранить процесс старения, добиться увеличения продолжительности жизни человека и улучшить его когнитивные и сенсорные способности. Данная концепция предполагает, что люди с расширенными возможностями эволюционируют в улучшенный вид и станут пост-людьми. Термин «трансгуманизм» получил широкое распространение в 1990 году, идеологом движения стал Макс О'Кюнор, псевдоним Макс Мор, генеральный директор компании, занимающийся крионикой, All Core Life Extension Foundation. Центральная идея движения заключается в том, что биологическую эволюцию в конечном итоге заменят достижения в области генетических, носимых и имплантируемых технологий, которые искусственно ускоряют эволюционный процесс. Эта концепция была ядром основополагающего определения трансгуманизма, предложенного Мором в 1990 году. Вторая статья периодически обновляемой «Трансгуманистической декларации», написанной несколькими авторами, гласит «Мы выступаем за морфологическую свободу, право изменять и улучшать свое тело, познание и эмоции». В 1998 году шведский философ Ник Бастром и британский философ Дэвид Пирс основали Всемирную трансгуманистическую ассоциацию, WTA, Международную организацию, продвигающую трансгуманизм как серьезную академическую дисциплину. В 2008 году WTA была переименована в Humanity Plus и поставила перед собой цель спроектировать более разнообразное и целостное видение трансгуманизма, которая выступала бы за безопасное и этичное использование технологий для расширения возможностей человека. Концепция трансгуманизма нашла поддержку со стороны предпринимателей Кремниевой долины, в том числе соучредителя Google Ларри Пейджа, Джеффа Безоса из Amazon и Илона Маска из Tesla. В 2013 году Пейдж основал компанию Calico Life Sciences LLC, Calico Labs, занимающуюся исследованиями и разработками, целью которых является увеличение продолжительности жизни человека с помощью передовых технологий. В 2002 году Маск основал SpaceX в надежде создать человеческие колонии на Луне и Марсе, а в 2016 году запустил Neuralink для разработки имплантируемых мозговых чипов. В июле 2022 года компания Sinchron, занимающаяся производством мозговых чипов, объявила об успешной имплантации чипов мозг пациента с БАС, боковым амиотрофическим склероз, в Соединенных Штатах. Чип был разработан, чтобы позволить тяжело парализованным пациентам использовать цифровые формы общения с помощью мыслей. В этом же году Безос и другие сторонники трансгуманизма инвестировали 3 миллиарда долларов США в Вальтослэбс, биотехнологическую компанию, стремящуюся обратить вспять старение и болезни. По мере того, как трансгуманистические идеи развивались от теории к реальности в конце 20 и начале 21 веков, возникали научные и философские споры, связанные с ними. Научные прорывы, включая терапию стволовыми клетками, экстракорпоральное оплодотворение, мозговые чипы, клонирование животных, экзоскелеты, например, роботизированные руки, искусственный интеллект и геномику, перенаправили диалог между сторонниками трансгуманизма и его критиками из будущего в настоящее. Сторонники трансгуманизма утверждают, что новые технологии могут быть использованы для устранения болезней и улучшения жизни людей, а также для решения неотложных глобальных проблем. Например, мозговые чипы и «загрузка разума», ранее считавшиеся фантазиями тех, кто ищет форму бесконечного разума или бессмертия посредством компьютеризированного расширения сознания, теперь рассматриваются как потенциальная возможность лечения неврологических расстройств, в том числе болезни Альцгеймера. В противовес им критики трансгуманизма заявляют, что замедление или обращение вспять старение и увеличение продолжительности жизни людей только усугубит перенаселение. Однако трансгуманисты считают, что эту проблему может решить космическая колонизация. Хотя трансгуманизм характеризуется как материалистическая и атеистическая или агностическая философия, некоторые из последователей движения придерживаются теорий, которые напоминают или даже адаптируют верование Нью-Эйдж, буддизма или христианства. Например, в «Физике бессмертия» 1994, американский физик Фрэнк Теплер описал теорию французского теолога иезуита и палеонтолога Пьера Тайяра де Шардена «Точка омеги», которая предполагает, что эволюция стремится к появлению высшего сознания, которое де Шарден и назвал омегой. Теплер же предложил на эту роль космический компьютеризированный разум, согласно его теории, когда эта точка будет достигнута, все люди воскреснут и станут бессмертными. В книге «Эпоха духовных машин» 1999, американский футурист и ученый Рэй Курцвейл предсказал, что машины не только превзойдут человеческий интеллект, но, по-видимому, разовьют свободную волю и будут способны испытывать эмоциональные и духовные переживания. В книге «Сингулярность уже близко» 2005, Курцвейл расширил эту теорию, чтобы предсказать надвигающуюся сингулярность, в которой человеческий интеллект сольется с искусственным интеллектом и все болезни, старения, социальные бедствия и смерть будут обращены вспять, решены или устранены. Курцвейл предсказал, что сингулярность будет достигнута к 2045 году. Ученые Ганс Моровик и Раймонд Курцвейл даже выступают за постчеловеческое состояние, конец зависимости человечества от физической формы путем преобразования наших хрупких человеческих тел версии 1.0 в их гораздо более прочные и способные аналоги версии 2.0. В обсуждении концепции трансгуманизма неизменно возникают потенциальные этические проблемы. Хотя в ее основе лежат гуманистические идеи о важности человеческой жизни и стремлении полностью раскрыть ее потенциал, реальность улучшения человека с помощью передовых медицинских технологий оказывается сложной. Опасения по поводу того, что такие технологии приведут к большему социальному неравенству, являются одними из основных критических замечаний в адрес движения. В статье, опубликованной в журнале Foreign Policy в 2004 году, американский политический теоретик Фрэнсис Фукуяма назвал трансгуманизм «самой опасной идеей в мире», заявив, что внедрение биотехнологии может привести к тому, что человечество вынуждено будет заплатить за этот шаг нарушением прав человека. Фукуяма указал, что неравенство между странами может привести к тому, что, продвинутые, люди начнут претендовать на большие права по сравнению с теми, кто остался позади. Некоторые противники теории также выражают опасения, что технологии будут использоваться теми, кто хочет получить суперспособности. Последние работы покойного физика Стивена Хокинга предсказывают, что власть возьмет на себя род сверхлюдей, которые используют генную инженерию, чтобы превзойти своих собратьев. Так, синтетические гормоны, например, эритропоэтин, который естественным образом вырабатывается в почках и увеличивает выработку эритроцитов, а также адаптивные технологии, такие как бионические имплантаты и протезы из углеродного волокна, могут быть использованы не только людьми с заболеваниями крови или инвалидностью, но и спортсменами без инвалидности, стремящимися улучшить свои результаты. Более того, подобные способы совершенствования могут выйти из-под контроля и использоваться для неэтичных действий, например, в военных действиях. В ответ на подобные аргументы трансгуманисты заявляют, что та же генная инженерия уже давно практикуется в сельском хозяйстве и животноводстве, что привело к появлению многих благ современности, от сладкой кукурузы до новых пород собак и кошек. Концепция продленной или даже вечной физической жизни, лежащая в основе трансгуманизма, также бросает вызов устройству современного общества, начиная от здравоохранения и социальных услуг и заканчивая пенсиями и страхованием, а также рынком труда. Вечная жизнь также ставит ряд этических и моральных вопросов, например, хватит ли в этом случае ресурсов новым поколениям или будет ли продленная жизнь доступна лишь немногим привилегированным. Развитие биотехнологии требует новых подходов со стороны правительств и международных организаций. Так, в 1993 году при ЮНЕСКО был сформирован Международный биоэтический комитет, состоящий из 36 экспертов из различных научных областей. Его задача – отслеживать новые открытия в области биомедицины и анализировать, не нарушают ли они права человека. Комитет регулярно публикует отчеты и рекомендации для разных научных областей, так, один из отчетов в 2021 году был посвящен этическим аспектам нейротехнологий. В нем, например, эксперты рассмотрели манипуляции с памятью при помощи нейрочипов, например, функция удаления травматичных воспоминаний может быть относительно полезной для людей с ПТСР, однако, однако решение об удалении той или иной информации может принимать третья сторона, и тогда человек, подвергающийся процедуре, рискует потерять свою идентичность. Биоэтик Кайл Манкитрик утверждает, что трансгуманизм – это не только роботические тела и, но и сопутствующий социальный прогресс. Исходя из этой концепции, он предложил семь пунктов, выполнение которых позволит говорить о наступлении эпохи трансгуманизма, появлении протезов конечностей и органов, ничем не отличающихся от оригинальных и даже превосходящих их. Манкитрик говорит, самым точным тестом на качество протезов стала бы добровольная ампутация. А те, кто пользуется протезами, смогли бы конкурировать и даже превосходить остальных в физических проявлениях и спортивных соревнованиях. В таком мире, утверждает биоэтик, термины «инвалид» и «человек с ограниченными возможностями» станут анахронизмом. Улучшение функций мозга. Здесь ученый говорит об изменении отношения к различным способам повышения когнитивных функций, начиная от стимуляторов и заканчивая искусственным мозгом. В будущем они должны перестать считаться попыткой обмануть генетику и стать обыденным инструментом для достижения целей. И ассистенты как часть повседневной жизни. Представьте, что вы приходите на вечеринку, и встроенный в ваш мозг ассистент мгновенно сканирует каждого человека и определяет, кто подходит вам больше всего. Или же что вы можете использовать AR-проекции при помощи своего оптического импланта. Говорить о наступлении трансгуманистической эры можно будет в том числе тогда, когда и будет интегрирован в принятие решений на повседневной основе. Увеличение продолжительности жизни до 120 лет. Использование нанотехнологий, генной инженерии и искусственных органов позволит людям стареть медленнее и большую часть жизни проводить в активном состоянии. Тогда старение потеряет статус, неизбежного, и человечество начнет относиться к нему как к болезни, для которой необходимо найти лечение. Ответственный подход к репродукции. Согласно Манкидтрику, начаться он должен с более совершенных методов контроля рождаемости, которые сведут количество нежелательных беременностей к минимуму. Деторождение будет происходить при помощи искусственных маток, а у родителей будет возможность генетически отредактировать ребенка, чтобы дать ему все лучшее. В трансгуманистическом мире, считает биоэтик, рождение детей с применением ассистивных репродуктивных технологий будет цениться больше биологического родительства. Презумпция соматического права. Все манипуляции с телом, уверен Манкидтрик, должны считаться неотъемлемым правом человека, подтвержденным законодательно. Достижение трансгуманизма невозможно без системы права, позволяющей людям контролировать собственные тела, и эта свобода должна быть также защищена, как свобода слова. Примат личности, а не общности. Манкидтрик представляет мир, в котором предметом права станут более персональные аспекты взамен общечеловеческих, например, использование языка, абстрактное мышление, решение задач, эмпатия. Когда у африканских серых попугаев, горилл и дельфинов будет столько же прав, сколько у человеческого ребенка, трансгуманистическая правовая система будет работать как надо, утверждает биоэтик.